Родительская вина Мы растим ребенка. Ребенок сложное существо. Даже если у нас пятеро детей, каждый последующий ребенок, это совершенно уникальное мероприятие растить его. И мы не можем всегда точно знать, что было бы хорошо для того или иного ребенка. И мы точно будем ошибаться, поскольку мы не можем понять до конца наших детей, как бы нам это не хотелось. И даже было бы неправильно быть абсолютно безошибочным. Почему? Потому что если мы пытаемся угодить ребенку, мы пытаемся под него подстроиться, мы пытаемся быть идеальной мамой, теряем контакт с ребенком, потому что он перестает жить живым человеком, а начинает воспринимать мир как среду, которая пытается под него подстроиться. И поэтому, если мы ошибаемся, и когда мы ошибаемся, то тогда для ребенка это некая встреча с новым опытом. И поэтому я считаю, что не страшны родительские ошибки, а страшно то, как мы с этим обходимся. Если мы считаем, что мы должны быть безупречны, и у нас такая позиция, что мы никогда не должны быть виноваты, мы никогда не должны ошибаться, то тогда мы становимся такими авторитарными родителями, которые говорят, я как родитель всегда прав, я как всегда безупречен, я идеален. И так для ребенка это картинка, что я тоже должен быть безупречен и идеален, я не имею права совершать ошибки. Поскольку ни один из нас не может быть идеален, в принципе, по природе своей, то тогда ребенок начинает страдать, тоже чувствовать себя виноватым. Это приводит к тому, что мы воспитываем, я не знаю, перфекциониста или невротика, и сами становимся таковыми, требуя от себя и от ребенка какого-то совершенства. Вина вообще подразделяется на три подвины, что ли. Первая вина можно назвать реальная вина, это когда мы реально совершили какую-то глупость, проступок, какое-то дурацкое действие, и тогда у нас действительно есть основания для того, чтобы чувствовать себя виноватыми. Что можно сделать тогда в этом случае? Первое, попробовать исправить ошибку, тогда, когда это невозможно, пытаться искупить ее. И третье, если там ни то, ни другое невозможно, как у нас это говорится, взять в опыт, то есть понять, что когда я поступаю вот так, происходит вот это, и это плохо, или это как-то разрушительно, тогда я не буду так поступать, я беру это себе в опыт, и я не поступаю так дальше. Есть второй вид вины, так называемая невротическая вина. Это когда я начинаю себя считать виноватым без особых на то причин. Вот просто так вот меня приучили. Предпосылок для этой невротической вины несколько. Как правило, это либо избыточная ответственность, ну, например, нас растили, так говоря, что если что-то случилось, за все отвечаешь ты. То есть попытка навязать нам избыточную ответственность. Ответственность очень сильно связана с виной. Если я за это отвечаю, и если я в этом несовершенен, то я виноват. И тогда такая вот налагание избыточной ответственности делает нас там вечно виноватых людей, причем невротично виноватых, да, потому что в реальности мы не всегда и не за все отвечаем. Еще один способ, из-за которого мы можем чувствовать себя невротически виноватыми, это привычка быть жертвой. То есть если нам навязали жертвенный сценарий, да, про то, что мы должны быть хорошими, мы должны всем помогать, или мы должны там стараться. И если я в какой-то момент, у меня это не получается, я это не делаю, то я становлюсь виноватым. Еще одна такая причина, по которой могу чувствовать себя виноват, это неуверенность. Вот мы как родители, действительно, у нас есть почва для неуверенности. Мы не всегда знаем, как поступить. Ребенок – это слишком сложная, неопределенная система, чтобы нам всегда знать заранее. Вот мы, например, выбираем ребенку вуз, да, помогаем ему выбирать вуз. Как мы можем знать, да, насколько вот сейчас мы будем совершим правильное решение? Ну, никто не знает, да, потому что он поступит, не поступит, он там проучится пять лет, будет ли это для него хорошо или плохо, будет ли там хороший преподаватель, будет ли ему интересно учиться, мы не знаем. Это ситуация неопределенности. И если мы начинаем об этой неуверенности увязать и говорить, что нет, я все-таки должен, ну, как-то понять все за и против, все взвесить, да, чтобы принять правильное решение, то, безусловно, это почва для того, чтобы чувствовать себя виноватыми. А если мы можем говорить, ну, мы не знаем, ну, вот изначально мы не знаем, там, советуем ему какой-то вуз, понравится, не понравится, да. Ну, не понравится, мы будем принимать следующее решение. Тогда нам легче жить, да, тогда мы не чувствуем себя виноватыми, а чувствуем себя людьми, которые просто вынуждены принимать решение периодически, да. Приняли одно решение, потом проанализировали, приняли другое решение, и тогда это не страшно. И третья вина, о которой тоже, наверное, стоит сказать, это так называемая онтологическая вина, то есть это вина за то, что я не реализовался, не стал тем, кем мог бы стать. И если сузить эту вину до родительства, да, то у нас у всех будет какой-то немножко такой червячок вины за то, что я не стал какой-то такой мамой, вот, которая могла бы стать. Мы все иногда вынуждены выбирать, иногда между карьерой и материнством, да. Вот от этой части вины, ну, почти никто из нас не может быть избавлен, потому что жизнь не ведется в сослагательные наклонения, да. Мы не можем сказать, что было бы, если бы. И тогда нам важно сказать, вот, я приняла это решение, я выбрала вот это, и это то, единственное то, что я могла принять на данный момент. Может быть, если бы моя жизнь сложилась по-другому, я была бы другой, но в этой моей жизни я могла стать только такой мамой. И это тоже нас хотя бы чуть-чуть избавляет от родительской вины. Почему важно снизить уровень родительской вины? Потому что, когда мы все время виноваты родители, когда наша вина высока, то тогда мы ей переполняемся. Когда мы ей переполняемся, что мы хотим сделать с виной? Мы хотим от нее избавиться. И тогда мы начинаем обвинять. Тогда мы начинаем обвинять наших детей. Я всю жизнь тебе отдала, а ты? И так далее. Я всю жизнь для тебя старалась, а ты? И так далее. То есть мы начинаем обвинять детей или окружающих нас людей, осуждать их, переносить нашу избыточную ответственность на них. И поэтому родительская вина — неполезное чувство тоже, на мой взгляд. И наша задача — разбираться с ним, снижать этот уровень, принимать свои ошибки и понимать, что мы самые лучшие родители для своих детей. Единственно возможные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова